Мы собрались в какой-то странный период развития отечественной словесности, и не только словесности. Книжные издательства, литературные и нелитературные журналы, книжные магазины и тому подобные учреждения одно за другим либо закрываются, либо останавливаются, либо встают, либо даже ложатся. Происходят всякие сокращения и другие неприятные моменты. Авторы бродят голодные, переводчики, тем более. И при всем при этом, значит, ни одна литературная премия в стране не закрылась. Более того, появилось несколько новых прямо вот в последней неделе. Все книжные ярмарки проводятся, литературные фестивали тоже вот один из которых пройдет буквально на следующей неделе в Москве. То есть, сказал бы присутствующий здесь философ Александр Секацкий, происходит отрыв обозначающего, то есть литературного процесса или псевдолитературного процесса от обозначаемого, то есть от собственной литературы. Но все-таки этот отрыв надо преодолеть, поэтому мы будем проводить сегодняшние мероприятия. Шорт-лист у нас в этом году появился гладкий и ровный, как английский газон. Что, с одной стороны, хорошо, красиво. С другой стороны, тоже хорошо. Это означает, что мы его уже очень долго поливаем и подстрекаем. А с третьей стороны, не очень хорошо, потому что хотелось бы чего-то более жиренького. Ну уж, как получилось, так и получилось. Надо сказать, что в шести произведениях, вошедших в финал, тоже произошел отрыв, неизвестный отрыв, обозначающего от обозначаемого. Все они написаны по большому счету как бы про жизнь. Не про жизнь, а как бы про жизнь. Как бы про войну, как бы про послевоенные годы, как бы про хазар, как бы про мальчика Дауна, как бы про композитора, и, наконец, про петербургские памятники, которые тоже как бы люди. Даже те памятники, которые не фигуративны. Меня всегда перед началом церемонии питают о том, за кого я болею и кто фаворит. Кто фаворит, если не отвечаю на то, не другое. Кто фаворит на сей раз, действительно, не знаю, категорически. И с другой стороны, это может быть и не так важно, потому что все авторы молоды, или как минимум молоды душой. У всех хороший билетристический уровень. Книги приятные в разных отношениях, но, тем не менее, все, безусловно, приятные. Может быть, приятные – это главное слово. Ну, как говоришь, правда, что книга Боряшова не такая уж приятная, но тем не менее. И, наверное, не надо мне как-то гадать, потому что вот три года назад я болел за Захара Прилепина, а победил Дмитрий Буйков. Два года назад я расцвел симпатии к Оруму между Леной Элтон и Ильей Бояшовым. Но тут, правда, победил Илья Бояшов. Год назад я болел за Вячеслава Курицына, а победил Захар Прилепин. Так что, может, мне не надо ни за кого болеть. Но так или иначе, вот говорят о том, что наша премия несколько волюнтаристски присвоила себе название «Национальный бестселлер», что бестселлер нельзя назначить. А вот уверяю вас, что можно. И вот сейчас, когда у нас собрались очень, по целому ряду параметров, равноценные произведения, и не я, никто другой не возьмется сказать, кто победит, а вот кто победит, того и назначен автором национального бестселлера и произведет того, и станет национальным бестселлером.